Гирзу 5 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 Гирзу 6 Гирзу 5 «Почему меня никто не ценит?» Шутки шутками, но персонаж крутой, правда. Следить за непростыми отношениями его и Гейба довольно интересно. И не только Гейба, так как позже к ним присоединятся и другие персонажи. Вообще, я хоть и не знаток лора вселенной, но все же в курсе, что Гейб Диас — это никто иной, как отец Кейт, за которым мы играем в Gears 5. Да и события, как выяснилось, происходят за 12 лет до начала оригинальной Gears of War. Этим объясняется некая наивность сюжета. Его трудно проспойлерить, потому как главный сюжетный поворот является элементом предыдущей игры. Да как же это так? Оказывается, коалиция не белая и пушистая, и тоже делала гадости. В частности, у Кона создала именно она, и теперь пытается заместить следы чужими руками. Батюшки, да как же так-то? Очень странный ход, если честно. Если ты играл в пятую часть серии, то ты-то и так знаешь. А если бы я не играл в Gears 5, для меня бы это тоже не было интересно. Потому как если ты не играл в Gears 5, значит, скорее всего, тебя серия вообще не интересует, и вряд ли, соответственно, тебя заинтересуют все эти перипетии. Как ты вообще сюда попал, иди играй в свой скрим, да? Но, несмотря на такие вот сюжетные странности, следить за ними все равно интересно. В частности, по той же причине, что и в прошлой игре. Персонажи именно что хорошо прописаны. Они выглядят живыми. Их переживаниям веришь, их эмоциям веришь. И следить за вечными перепалками Сида со всеми остальными подряд, да? Это действительно интересно, независимо от общего интереса к сюжету. Но сюжет сюжета мы сюда не кинцо смотреть пришли, правда ведь? Да, Gears Tactics, как и следует из названия, это тактическая игра, во многом черпавшая идеи в XCOM. Это не страшно, так многие и делают, потому что XCOM была чуть ли не первой игрой в подобном жанре. Чуть ли не первой заметной игрой в подобном жанре. И тут получается странный коктейль. Так и хочется сказать, что если бы Gears Tactics из XCOM взяла больше идей, чем сделала это в итоге, то получилось бы лучше, как в случае пары Subnautica Brassage. Но здесь это будет несправедливым утверждением, потому что помимо классной графики, в глаза бросается целая прорва моментов, которые по сравнению с XCOM сделаны на порядок лучшей продумании. Итак, у нас есть миссия. Мы высаживаемся из своего БТРа, также с пафосом, с пролетом камеры и начинаем мутить. На дело с нами может отправляться от одного до четырех персонажей. Изначально у каждого есть три очка действия. Каждая очка включает в себя либо само действие, скажем, перезарядку или выстрел, либо передвижение на определенное расстояние. Как ты их используешь, так как хочешь. Хочешь три раза выстрелить, хочешь три раза походи. Или один раз, но далеко. Но в принципе это равносильно трем разам. Кстати, когда близко подбегаешь к укрытию, можно дополнительную одну-две клетки пробежать, фактически так проехаться на жопе или на коленках. Это называется припасть к укрытию. Очень толково и классно сделано. Вот всем бы играм получится вот у этого. Количество этих стартовых очков можно увеличить по ходу раунда, но изначально их всегда три. При столкновении с врагом мы точно так же занимаем укрытие, которые тут делятся так же на полные, частичные. И начинаем тактический отстрел. Тут все как всегда. Выбираем цель в зоне видимости, смотрим шанс попадания, на который влияет расстояние, укрытие, случайные преграды, навыки бойцов, как обычно, да? И стреляем. А потом смотрим, что получилось. И потом передаем ход врагу, и он делает то же самое. Вот так вот незамысловато можно описать всю игру. Но не все так просто, и все на самом деле гораздо интереснее. Конечно же, позиционные перестрелки требуют учета множества факторов. К примеру, враги тут довольно умны по сравнению с тем же XCOM, да и по сравнению со многими другими играми на самом-то деле. И они еще разнообразны, это тоже радует, это тоже важно. К тому же, и в первое появление сопровождается такой пафосной заставкой, так что пропустить явление новой саранчи на поле боя невозможно. Обычная пехота, она и в Африке обычная пехота, бежит, стреляет, занимает укрытие, активно пытается тебя окружить, кстати, караулит тебя в режиме наблюдения, старается подловить постоянно. Позже появится их усиленная версия, эмульсивная саранча, которая намного мощнее и выносливее, а при смерти еще и взрывается, так что подходить к ней опасно. Есть снайперы, которые метко стреляют, и также караулят твоих бойцов. Есть усиливающие твари, есть мощные рукопашники. В основном враги те же, что и в Гирс 5, именно оттуда пришли вот эти вот мерзкие смеоголы, которые бегут в рукопашную, а в игре мимо некоторых врагов нельзя пробежать, не получив по шапке. Эти твари быстро бегают и больно бьют толпой, зато легко умирает хотя бы. К слову, передвижение толпы тут организовано лучше, чем в том же XCOM. Там есть, скажем, отряд врага из трех существ, и каждое существо будет ходить по отдельности. Тут же сделали поумнее. Во время боя, конечно, каждый действует отдельно, но до вступления в бой они перемещаются одновременно отрядом. Как в стратегиях. Это экономит время. Хотя могли бы, знаете ли, пойти дальше и вообще все перемещение врагов сделать одновременно. Ну и так тоже неплохо. Вот. А есть, значит, такие вот мерзкие ползущие бензобаки. Как вы знаете, про таких говорят, что вот их вот легко найти, трудно потерять или как-то так. В общем, их действительно легко найти, и потерять их очень трудно. По ним трудно попасть. Если даже по ним промазать, то они идут на сближение. И при сближении взрывается, как и при смерти. Те еще мрази. Я в этой игре ни от кого так не горел. Даже от бумшотеров. Во всех смыслах этого слова. А еще есть боссы. Например, знакомый нам уже Брумак. Огромная такая махина с ракетницами, с пулеметницами. В прошлой игре мы убивали таких стрельбой выязвимые части, и это было круто. А в этой игре мы будем делать то же самое на самом-то деле. Уничтожение уязвимых точек, довольно жирных точек, и попутная попытка выжить, потому как на нас еще будут переть обычные враги. Они десантироваются сверху и снизу. Сверху-то понятно, они тут летают на ктулхах, а вот снизу это снова как в прошлой части. Ну, как и все в принципе в этой игре. Тут на самом деле не так уж много нововведений. Игра на 100% использует прошлые ресурсы, и это совсем неплохо. На самом-то деле не каждый так сумеет. А вот они сумели. Это радует. В общем, образуется яма, и пока ее не засупишь гранатой, оттуда каждый ход будут лезть любопытные морды. Самое интересное, что многие способности персонажей, как пассивные, так и активные, не работают на боссах. И это, конечно, осложняет бой, но в целом бои здесь действительно интересны. И не в последнюю очередь, благодаря как раз таки этим самым способностям. Начнем с общих. Во-первых, тут есть оружие богов, носимое на поясе. Нет, это не Мьёльнир, это граната. Если в Экскоме можно было кинуть такую разок на весь раунд, и все, больше не завезли, то здесь кидай сколько влезет. Но у них есть откат на несколько ходов, как и у любых других способностей. Почему гранатоспособность, не знаю, но пофиг. Это действительно удобно. Почему граната оружие богов, о, я уж думал, вы не спросите. Да потому что. Потому что одна правильно кинутая граната может сразу же убрать целый отряд врагов, а также выбить их с позиции. Да, теперь взрывы и стрельба иногда выбивают бойцов, заставляя их оставаться вне укрытия. Нас это, конечно, тоже касается. И в итоге, если наловчиться и найти нужные шмотки, то откат гранаты станет всего один ход. И хоть обкидайся ими. Очень действенное оружие. Еще ее можно установить под ноги, и это считается почему-то отдельным ходом. Правда, установив ее под себя, лучше сразу покинуть это место, иначе кирдык. Тупить урон от гранаты тем выше, чем ближе боец копить центру взрыва, что логично. Конечно, потом враги станут жирнее, но, во-первых, мы также можем заполучить более крутые гранаты при помощи вещей или способностей, хотя это довольно проблематично. Вещи такие падают раз в тысячу лет. В основном всякое дерьмо падает. А во-вторых, во-вторых, у врагов-то гранат нет. Вот так вот. Я бы не сказал, что это дисбаланс, но это просто-таки дико удобное оружие. Вот насколько я не любил кидать гранаты в Gears 5, настолько же полюбил это делать в Gears Tactics. И это очень странное ощущение, будто бы падает значимость основного оружия. Часто гораздо выгоднее метнуть гранату, чем стрелять. Странное ощущение. Но дисбалансом я бы это, еще раз повторю, точно не назвал. Не менее странное ощущение от свупа. Так ведь пистолеты называются, да? Да, можно вынуть пистолет и выстрелить. В какой ситуации это надо? Ну, например, если патроны в основном оружии закончились, но врага нужно срочно добить. Либо же нужно прервать действия врага, скажем, наблюдение. У пистолета есть такая способность. Вроде и полезная штука этот свуп, но используется довольно редко. Не так уж много ситуаций, где это вообще надо. Впрочем, все же он не бесполезен. Ну и, конечно, есть основное оружие. В первую очередь это, безусловно, лансеры. Лансеры классические, лансеры устаревшие. Странно, что в современную не завезли, но, видимо, гранатомет тут был бы лишним, не поспоришь. Так что тут только два лансера. Либо же его в то время еще не изобрели, все-таки 12 лет назад же все происходит. Самое интересное то, что оба очевидных свойства лансеров тут тоже можно и нужно использовать. Лансер классический, как всегда, радует своей бензопилой, которой можно не только бриться, с ней еще можно подбежать к врагу и распилить его нахрен на куски, просто так в мясо, фактически ваншотнув. Правда, некоторые враги при подходе, напомню, отвешивают леща, так что с этим нужно осторожнее быть, но этого тоже можно избежать определенными способами. В целом это очень действенное оружие. Лансер устаревший может похвастаться гигантским штыком, которым не так удобно пользоваться, как пилой, ибо атаковать им можно с разбега, да, но только по прямой, что очень странно, что мешает петлять при беге. Но нет, бойцу, например, Сиду, который как раз таки ходит с этой пушкой, нужно взять богатырский такой разбег, чтобы как следует насадить саранчу на штык. Смотрится это на самом деле классно, камера обязательно подберет наиболее красивый ракурс. Всегда один и тот же на самом-то деле. Не Голливуд, но красиво. Ну и в целом у каждого оружия свои свойства, как и принято. Старый лансер косой, но с высоким критом. Обычный, ну это обычный, снайперская винтовка, которая лонгшот, она меткая, но патронов мало всего, три по умолчанию. Дробовик сильно бьет, но только вблизи. Попробуй сначала подберись безопасно. Ну и также еще есть мульчер-пулемет. И если я не ошибаюсь, это практически исчерпывающий список оружия. Немного, прямо скажем, но вполне нормально для игры в подобном жанре. Во всяком случае, это то, что мы можем взять с собой. На деле есть еще подбираемое оружие, которое падает с врагов, с этих мерзких арбалетчиков или бумшотеров. Они реально мерзкие, могут в легкую поломать строй. Зато, если уж арбалетом или бумшотом завладел ты, то у тебя есть три халявных выстрела из этих вот бабахалок. И это очень порой спасает. Только почему-то, стоя на клетке с таким оружием, его нельзя взять. Нужно сначала отойти, потратив ход, и только потом вернуться. Серьезное упущение. То есть, подбежав вплотную и распилив врага, ты не можешь сразу завладеть его оружием. У бойцов, видимо, дальнозоркость. Кстати, огонь по своим тут тоже есть, что радует. Вообще, интерфейс удобен и лишний раз показывает, в кого может попасть боец. Притом, будет показано и кто перекрывает линию огня. Им может быть и свой, в том числе. Или какое-то укрытие, которое, кстати, можно тоже разрушить. Не любое, безусловно. Всякие там ящики, коробки и прочие мусорные бачки. Особенно, если речь о бумшоте. Жаль, что тут нет полной разрушаемости. Это добавило бы серьезного интереса боям. Важным элементом игры является наблюдение. Помните, как это было в XCOM? Приказываешь бойцу наблюдать, и в итоге, если враг в зоне видимости тронется, то боец стреляет на вскидку один раз. Тут все немножко иначе. Во-первых, стрельбазе перейдет не по всей зоне видимости, а по выбранной. Это конус, и зависит он от типа оружия. Например, у лонгшота это будет очень узкий, но дальний конус. У гнашера, разумеется, наоборот. Во-вторых, боец в режиме наблюдения выстреливает столько раз, сколько у него осталось неиспользованных очков хода к моменту перехода в режим наблюдения. Осталось три, значит, три раза и выстрелит. Это интересно, сделано и позволяет продумывать более сложные ходы. Обычно враг не мудрствует особо, первым ходом он перемещается, вторым стреляет, третьим становится в наблюдение. Возможно, конечно, вариации с заходами с флангов, но наблюдением враг будет тебя реально спамить. И это проблема, так как теперь ты не только не можешь двигаться, иначе есть шанс попасть под огонь, но и стрелять, кидать гранаты, в общем, в целом активничать ты не можешь. Если в тебя выстрелят, то в зависимости от навыков стрелка твое действие будет прервано, а очко ухода или способность потрачены. Так что это серьезная вещь. Да и по сравнению с XCOM попадание при движении не сильно сложнее попадание по статичной цели, так что думать, что тебя пронесет и бы шанс всего процентов 10 не вариант. Не 10. Вообще, здесь по сравнению с XCOM шансы попадания рассчитаны немножко лучше. Там до последнего патча можно было промазать в упор с вероятностью попадания 95 процентов. Дважды. Подряд. Тут механика стрельбы щадящая, и числа будто бы округляются в правильную сторону. Самое забавное, что можно провернуть следующую комбинацию. Например, враг сидит в укрытии и попасть по нему сложно. Переводим бойцов в режим наблюдения, а одним из них кидаем, скажем, гранату или используем способность, которая заставит врагов двинуться. Все. Это считается перемещением. По врагу вне укрытия открывается шквальный огонь наблюдателей. Так что наблюдение здесь теперь крайне эффективно. Обратная сторона такой эффективности это спам от врагов. Если в случае гранат им нечем крыть такой козырь, то здесь они оттягиваются по полной. Порой они вообще всей оравой становятся в позы, превращая поле боя в красную зону. Все. Ты прижат огнем, и спасти тебя может либо чудо, либо активная способность. Способности у наших бойцов всегда в достатке. И все зависит, конечно, от класса, также от прокачки, так как мы, в общем-то, сами все эти способности выбираем во время прокачки. Как и всегда, есть два направления. Такое и секое. Не скажу, что прокачка одного из них полезнее, чем просто прокачка именно нужных тебе навыков. На самом деле, последнее как раз-то более выгодно. Кстати, еще одно заметное отличие от XCOM'а это, как вы уже догадались, персонали. Как в последнем DLC, Коному нельзя было терять Шеннеля и Брэдфорда, так и тут запрет на смерть именных персонажей. Остальных можно пускать в расход. Следовательно, у именных и кастомизация менее обширная, можно сменить помимо брони только цвет фуфайки, который под доспехами то и не видно даже. Ни прически, ни цвет волос, ни кожи. Ну, оно и понятно, внешность тут играет роль, но все равно остается какое-то странное ощущение, будто ты играешь в демо-версию, где часть функции отсутствует. Ну ладно, зато сама по себе кастомизация тут хороша, я бы даже сказал очень хороша. Опять же, играет роль графическая составляющая. Бороды и волосы больше не выглядят как кусок пластика. И пускай тут довольно скудный набор из брутальных повязок на глаза и прочего непотребства в виде ковбойских шляп, который еще и открывается постепенно, наверное, как и везде в играх подобного жанра. Все же, выглядит это довольно-таки круто, а главное, антуражно, именно в стиле гильзуфор. Чуть не сказал доунуфор, ну, они чем-то похожи, согласитесь. Особенно круто выглядит кастомизация оружия. По уровням здесь раскиданы ящики, да и за задание мы получаем ящик, плюс, если выполнили особые условия задания, тоже получаем ящик. Вот из этих вот лутбоксов, заметьте, бесплатных, что уже в наше время достойно уважения, они могли бы, между прочим, это и за деньги продавать, так-то, но да ладно. Вот из всего этого можно вынуть рандомную шмотку, градирующуюся по цвету. Белая, фиолетовая, золотая. Это элементы брони или нахлобучки на оружие. И каждая выглядит довольно-таки интересно. Доспехи действительно меняются, да и оружие преображается, иногда даже заметно. К тому же, можно менять цвет раскраски, ну это уже как в XCOM. Шлем, кстати, можно скрыть визуально, что тоже очень удобно. Помимо внешнего вида меняется и свойства, доспехов и оружия. Как правило, это всякие плюс 10 к меткости, но есть и пассивки, которые получают бойцы. Например, выстрелы всегда будут отбрасывать врага. Или появляется бонус за высоту, изначально его здесь почему-то нет, хотя казалось бы, ты все-таки снайпер. Ну и, конечно, есть разные классы бойцов. И вот с классами здесь, ну не то, что прям беда, их здесь не очень много, и я почуял некий дисбаланс. Есть обычный солдат, он бегает и стреляет, и поддерживает боевой дух, типа там, дать дополнительный уход своему другу и прочее. Есть медик, он лечит, при том, это один и тот же класс, на самом деле, просто разные ветки прокачки. И, если тут разница есть, у других классов она вообще не играет никакой роли. Есть пулеметчики с мульчерами, все активные навыки которых, ну, практически все, это мусор. Вот, зато с пассивками от брони их можно сделать очень-очень полезными. Есть снайперы, косы, как я не знаю, что... Да, штраф за расстояние меньше, чем у обычных стрелков, но он все равно есть, и он значителен. На ранней стадии прокачки снайпер будет, скорее, обузой, нежели поддержкой. Брать его на какие-то сложные миссии ты не будешь, потому что это невыгодно, следовательно, и опыту он получать тоже не будет. Зато, если повезет найти определенный шмот, то можно превратить его в очень, вот просто крайне полезного стрелка. Например, вот я для Микаэлы нашел насадку. 100% крит, первый выстрел каждого хода, а это, между прочим, удвоенный урон. У снайперки он и так довольно-таки высокий, если попасть. Ну и плюс немножечко на меткость, конечно, и все, зашибись, это вам, знаете ли, не баран чихнул. Ну, и еще есть, конечно же, разведчики, да, это просто до безумия читерный класс. Я долго не брал этих гавриков, думал, нафига они мне нужны, у меня и так бойцов целые прорвы, вот тебе просто хочешь есть пулемет, хочешь есть то, хочешь есть это, а игра не то, чтобы прям вот намекать, что скрытность тут играет какую-то роль, потому что, ну, как-то это вот не очевидно, что ли, не знаю даже. В итоге я взял одну тетку, сделал ей очень красивую прическу, покачал ее так немножечко, и это оказалось просто, блин, машина для убийств. Машина судного дня, мать вашу. Дробовик, вот этот самый гнашар, это мощная вещь, но вот активные навыки, усиленный выстрел по не раненым, усиленный выстрел по раненым, двойной выстрел по цене одного, невидимость на ход или даже на два, там еще есть замечательная прокачка у нее, усиление урона через невидимость, расстановка дистанционных контактных мин, не выходя из целса, бросок гранат, не выходя из целса, короче, а таз полный. Да, это требует прокачки, еще раз скажу, но тут все ее требует, а шмотки валятся как из рога изобилия. Не скажу, что этот класс однимаха, прям вот семерых по бивахам, но он реально может в одиночку продолжительное время обороняться от наседающих врагов, в то время как у других с этим будут просто серьезнейшие проблемы даже на среднем уровне сложности. И я даже не знаю, хорошо это или плохо, учитывая, какие миссии нам дают. В этом я сейчас тоже расскажу, сначала закончу мысль о бойцах. Вообще, удобство вербовки может состоять, например, в том, что начальный набор навыков у всех разный, мало ли ты захочешь от генерации имен. Если помните, там мне сначала попался персонаж с именем Асока, а потом еще один с позывным Вейдер. Тут тоже не обошлось без подобных курьезов, правда уже менее лорно связанных. Мне попался один Шепард и один Катарн. Сам Бог велел переименовать их в Джона и Кайла, хотя первого можно было и Джеком назвать, тут уж кому что нравится. Ну и конечно же немножко о толерантности. Разве же можно судить в наше время, как говорят в 2К-21 году, о поле по наличию бороды? Как же классно, она здесь смотрится на женщинах, прям цирк на выезде. Для самых непонятливых объясняю, что про толерастию это была шутка. Тут у нее и в помине нет, кстати, и это на самом-то деле радует. Просто свойство такое вот интересное, зачем оставили, непонятно. В конце концов, это действительно дурь какая-то. Ну и заканчивая тему с навыками, а то точно забуду, добивание. Тут есть такая тоже интересная фишка, когда враг убит, он еще может раунд другой простоять на коленях, дожидаясь, пока спецударом его не прикончат. С одной стороны, враги редко будут валяться рядом с укрытием, хотя и такое, разумеется, тоже бывает, и добивший его боец может оказаться открытым. С другой стороны, при таком фаталити, тоже, кстати, смачном и красочном, каждый боец, кроме добившего, получает дополнительное очко ухода, и вот это уже серьезное подспорье. Иногда можно пожертвовать укрытием и попробовать пойти в раж. Правда, некоторые враги, а именно эмульсионные или эмульсивные, как правильно, не знаю, при смерти взрываются, их добивать не стоит. Хотя, опять же, от ситуации зависит, иногда приходится идти на жертвы. И, наверное, я бы сказал, что добивание это тоже заметно и довольно-таки интересная механика игры, влияющая на геймплей. Без нее было бы не так интересно. Ну и, возвращаясь к системе бойцов, она все же, в общем смысле, выглядит прилично, правда, ее портит и один минус. Часто встречаются задания, с которых мы притаскиваем пленных бойцов и они имеют повышенный уровень, остальные в казарме, как правило, на уровень ниже. Вербуй не хочу. Не хочу. Вот именно, что не хочу. Из-за такого количества классов и однообразности миссии столько бойцов просто не нужно. Как не нужно и столько билетов на сброс прокачки, которые тут даются в конце акта. Разработчики тоже, видимо, понимали это и в итоге сделали ход конем. Как тут выглядит миссия? Или же, как выглядит то, благодаря чему ты проклянешь эту игру и скорее всего забросишь ее нахрен. Вот у нас есть сюжетное задание. Оно бывает разным, но в целом оно интересное, особенно битвы с боссами. Но боссы тут гости нечастые. Три-четыре, скорее всего, на всю игру и я встретился только с двумя. В основном нужно будет добраться до точки и захватить объект или, скажем, удерживать позиции несколько ходов, не подпуская врагов и собирая лут из чемоданчиков. И по окончанию миссии нам скажут, мол, пока готовим удар по врагу, нужно другими делами заняться. Так что вот тебе разгоночное задание. И дадут список так из трех или пяти и нужно обязательно выполнить три штуки, иначе дальше ты просто не пройдешь. С бумагой и без бумаг, да. Ну, хорошо, ладно. Что за задание? Да ерунда. Нужно, скажем, добраться до точки и захватить объект или удерживать сразу две позиции и не попускать к ней врага, пока собираются ящики им. Погодите, вот, ну мы же только что этим занимались. Ла-ла-ла, ничего не слышу, говорят нам разработчики и вываливают нам это блюдо на тарелку еще раз, а потом еще, еще и еще. При том, когда в сюжетной миссии случается новый, скажем так, ивент, он тут же появляется и во внесюжетных заданиях. Ты поднял мост, о, теперь мосты будут рандомно на заданиях. Ты пережил бомбардировку, когда нужно двигаться вперед, не попадая на линию огня и собирать ящики. Еще один симулятор чемодана. Блин, вам, ребят, вот честно, с Миязаки нужно вместе работать, он тоже любит чемоданы, по крайней мере, когда-то любил. Ну и так далее. И вот ты прошел три миссии и начинается сюжетное задание, опять же, интересное, возможно, даже битва с боссом, я уже говорил, что вот это плюс игры. А потом вторая глава первого акта. Ииии да, да, снова эти миссии. Сколько актов в каждой главе? Я не помню. Много, просто много, чересчур много. Много однообразной рутины, того, что сегодня в интернетах называют нежно дрочильней, блядь. Моих нервов хватило до третьего акта восьмой главы. Я не помню, в каждом ли акте минимум по восемь глав, но это просто невыносимо. Я сдался. Я не настолько хочу узнать, что же там будет дальше, чтобы пробивать головой кирпичную стену из скуки. Мне что, поиграть больше не во что, что ли, серьезно? Но чтобы нам, и в частности мне, было менее скучно, видимо, разработчики вводят искусственные ограничения. К примеру, на побочных миссиях каждый боец может участвовать только по разу. Что, ты задействовал всех бойцов, тебе просто некого взять на задание? Ну, сочувствую, казармы вон там. Притом, еще некоторые задания запрещают использовать некоторые классы бойцов или и вовсе способности бойцов. Вот тогда ты и понимаешь, на кой хер тебе все эти вербовки. Но относиться к бойцам при таком раскладе так же трепетно, как в Икском, не получается при всем желании. Это вот у нас тут вместо системы ранений и психоза теперь статус боец перемещается. Иногда эти требования выглядят как факультативные, мол, хочешь вот этот вот золотой ящик, сучка? Ну, вижу же по глазам, что хочешь, ну, так используй бойцов такого-то класса или не используй гранаты на миссиях, понял? И уже очень скоро у тебя этих ящиков просто вот завались, вот узрись просто. Этот шмот в таких количествах уже складывать некуда, и ты в нем очень быстро путаешься. В меню есть кнопка открыть все, то бишь, открыть все ящики сразу, какие у тебя есть, и ты просто, глядя на этот ворох эпических вещей, испытываешь уже не интерес или счастье, как ты, в принципе, должен испытывать, да, там в РПВ какой-нибудь типа Титан Квеста, а недовольство, мол, ну, ну, ёкарный баба, опять кто-то пришел и намусорил на базе. Но возвращаясь к ограничениям, нередко эти самые ограничения будут и обязательными. Например, тебе просто не дадут использовать гранаты, да, или брать бойцов определенного класса на задание. Часто при этом враги еще получают мощные бонусы, хотя бывает так, что мощные бонусы получаешь и ты. И вот, хоть усрись, но обойдись без гранат, при том, что наседать на тебя будут будь здоров. Я однажды поймал, наверное, идеальное сочетание условий. Враг стреляет метко, как Робин Гуд, бойцов можно взять только двух, а задание удерживать две точки одновременно. Вот тогда я и познал всю читерность разведчика с Гнашером, но даже в этом случае я проклял все, пока проходил это задание. Рандомное, но, сука, обязательное, потому что при выборе из трех заданий нужно пройти все три куда-то нахрен денешься. И я не представляю, что было бы, если бы разведчика на этой миссии запретили. Притом, ограничение бойцов это самое тупое, что можно было придумать. Иногда по условиям ты можешь взять только двух, а при этом еще двух освободим по ходу игры. Да, это ведь еще один тип задания, сколько я их уже всего насчитал? Четыре или пять? Вот этот вот исчерпывающий список, наслаждайтесь. А чтоб приятнее было наслаждаться, вот вам еще таймеры. Куда же без таймеров? Двадцать первый год. Освободить нужно за четырнадцать ходов вот этих вот бойцов. Иначе что? Нет, боец не умрет, миссия будет провалена. И что? Ищешь другую? Возможно тебе новая генерация попадет? Нет, нет, ты начинаешь эту заново. Можно со смены состава. Это что вообще такое, блин? Либо есть контрольные точки, можно загрузиться с них. А что если она была сделана в неподходящей, так сказать, ситуации, в неподходящих для жизни условиях? Смотри предыдущий пункт. Блин, это просто маразм какой-то. Та же история со смертью главного персонажа. Пускай в расход кого хочешь, но гибель главнюка все смерть клопам и мухам. К счастью, подстреленный боец раз за миссию может встать сам, но лучше, конечно, чтобы работали медики. Количество подъемов на персонажа ограничено. Но круче всего, когда тебе по условиям миссии можно взять одного. одного твою мать бойца. Каким бы читерным он не был, каким бы шмотом он не обладал, даже на среднем уровне сложности это уже не вызов. Это геморрой. Это самый настоящий геморрой. Особенно на фоне всего перечисленного. И вишенка на торте. 2020 год, момент выхода игры, а в играх подобного жанра так и не научились делать правильные тайминги. Со времен первого XCOM прошло 8 лет, а так и не научились. Камера подъезжает к объекту. Именно подъезжает, не телепортируется, подъезжает. Я бы даже сказал, подползает, сука, и идет спич. Эй, захватите вот этот вот объект, он вон там. И повисев так секунду-две, камера медленно, медленно возвращается на место. А если объекта 2, то это сейчас повторится и для второго объекта. С миссиями на удержание точек ты в начале каждого, каждого сука хода будешь наблюдать, как камера подплывает медленно к каждой точке и говорит, что мол, точка защищена, так держать. Ох, вот кем надо быть, чтобы не понимать таких вещей, что время игрока надо экономить. И тут дело не в скорости мышления или темпе жизни, хотя это тоже, конечно, влияет. Я знаю, что я торопыга, но все равно то дело именно в трате времени. Это только кажется, что всего пару секунд, пару секунд, тут пару секунд, там еще 5 или 10 здесь, и тут заставки, то сё, раздражение растет, как на дрожжах, когда уже в пошаговых стратегиях научиться делать нормальные тайминги указаний. Ай, еще бы стоило, наверное, рассказать о музыке, при том, как бы не ошибиться, о музыке Gears 5 я сказал, что она неплохая, но не в моем вкусе, но потом, послушав ее отдельно от игры, я понял, что она лучше, чем я о ней думал. Тоже, кстати, было с саундтреком Horizon Zero Dawn. Он, между прочим, оказался гораздо, гораздо лучше, чем я думал, но так вот, музыка тут выполнена в слоеном стиле, а именно в трехслойном. Чем серьезнее проблема, тем активнее она играет. В целом, она очень даже неплоха, но, к сожалению, к сожалению, ей не хватает разнообразия. Я бы даже сказал, ей очень не хватает разнообразия. Нет, она не надоедает, когда ты постоянно ее слышишь, и это на самом деле хороший знак. Но, скорее всего, ты просто учишься ее не замечать или вовсе выключаешь, а это уже не есть хороший знак. Все-таки музыка делает атмосферу, но, как и любая другая музыка, она на любителя, как и любая игра в принципе. Ее реально трудно закончить, эту игру, она утомительна, но вдруг найдутся те немногие с повышенной усидчивостью. Правда, я бы им все-таки порекомендовал другие игры, но о вкусах не спорят. Тем более, игру нет-нет, да пропатчат. Вот, с патчами, например, добавили Джека. Правда, только в новой игре плюс. Да, тут есть новая игра плюс, тут старый-то попробуй закончить. Ну и, конечно, главных героев из Тактикс добавили в Gears 5, в сетевую игру. Для фанатов, самое то. Я, кстати, в сетевую игру довольно-таки так плотно гонял, где-то неделю, по-моему. Но вот, для обычного игрока Gears Tactics все же может стать разочарованием именно из-за затянутости геймплея и угрюмой репетативности. И хотя, конечно, играм подобного жанра у Gears Tactics можно многому научиться, это факт. Все же, самой Gears Tactics до по-настоящему хорошей игры придется тоже многому научиться. Приуныли? Напрасно. Попробуйте, вдруг вам понравится. И пусть не до конца пройдете, но удовольствие-то получите. А это главное, так ведь? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова